У нас 39 температуры, поэтому я частично, так как нахожусь в теме, можно сказать, что буду говорить и от его имени в том числе. Синаида Александровна сейчас очень хорошо рассказала, как все здорово через 80 лет было в Канаде, как в 35-м году приняли закон. Скажите, пожалуйста, хотите ли вы, чтобы у вас было через 80 лет все хорошо? Наверное, да. Но мы хотим, чтобы у нас уже сегодня все было хорошо. И у меня вопрос. Поднимите руки, кто читал проект закона, который внесен в Думу 22 июня. Что я хочу сказать? На самом деле, из тех, кто обсуждает, как правило, читал закон каждый третий. Но каждый имеет возможность обсудить. Я в двух словах скажу основные аспекты этого законопроекта, что конкретно он призван регулировать. Во-первых, он регулирует агентскую деятельность, то есть деятельность физических лиц. Как у вас. Потому что основные нарушения находятся как раз именно в этой сфере, в сфере деятельности физических лиц, не юридических. Юридическая и предпринимательская деятельность, она и так очень хорошо регулируется нашим законодательством. А деятельность физических лиц не регулируется никак. И практика показала наше многолетнее российское, что ни общественные объединения на рынке недвижимости, которые присутствуют, ни сами агентства недвижимости не могут нормально регулировать эту деятельность. Ну, не могут. В результате, будем называть это, в общем, мягко говоря, конкуренцией, которую между агентами недвижимости возникает. Но при этом в законе сказано, что этот агент по недвижимости может работать только в двух случаях на рынке. Или как штатный специалист юридического лица или ИП, либо организовав сам юридическое лицо или ИП. Он не может работать без образования юридического лица, ну то есть как-нибудь предприниматель. Потому что очень часто возникают вопросы в обсуждениях о том, что вот, теперь дали дорогу, физическим лицам открыли, ящик Пандоры, они теперь в законе это четко сказано, что нет, ничего не изменяется. Далее. Второй очень важный аспект, который предусмотрен в законном проекте, это регулирование информационных потоков. Это значит, что подачу объявлений о продаже объектов недвижимости и распространение услуг агентств недвижимости могут делать только непосредственно специалисты, которые работают в рамках закона. Либо сами собственники. Третье, мне дано. Известные информации должны будут этот вопрос сами для себя решить, как они будут выявлять посредников, которые работают в черной зоне. На самом деле, я всем говорю о том, что это все вполне решимо. Уже несколько лет назад сайт Авито был оштрафован за то, что разместил на своем сайте информацию от застройщика, который не имел права привлекать деньги дольщиков, потому что не имел полной градостроительной документации. Не застройщик заплатил 200 тысяч рублей на сайт Авито. Третий вопрос, который указан в законе. Агент должен быть обязательно членом саморегулированного объединения. А для того, чтобы быть этим членом, он должен пройти обучение, сдать аттестацию, застраговать свою профессиональную ответственность. И здесь очень часто говорят о том, что вот там по закону написано, что будут нести ответственность теперь вообще за все, что-то там, какие-то десятилетние бородатые квартиры. Неправда. В законе четко написано, что он будет нести ответственность, если в результате его личной деятельности клиент получил материальный ущерб. Это в законе прописано, я не знаю почему. Теперь история создания вообще, так скажем, вот этого закона проекта. В ноябре 2015 года в Петербурге была проведена пресс-конференция, где было объявлено о том, что готовится законопроект об агентской деятельности на рынке недвижимости. Информация распомещалась в средствах массовой информации, в том числе и на телевидении. Прошло полгода, до 22 июня, как законопроект был внесен в Госдуму, неотговорно поступила к разработчикам проекта, мы в данном случае будем говорить к Дмитрию Владимировичу Рушакову, с предложениями о том, чтобы поучаствовать, внести какие-то предложения. 22 июня внесли в Госдуму. В конце июля Рушаков провел видеоконференцию на базе жилищного проекта, в который приняло участие несколько сотен человек из разных регионов, где еще раз высказал свою идею по поводу законопроекта, сказал о том, что он ждет от всех своих предложений по внесению изменений в данный проект 20 сентября... Нет, 30 сентября. 30 сентября, августа, извините, августа, это реально. 30 августа на площадке парламентской газеты общественная палата провела нулевые чтения этого закона и от представителей профессионального сообщества, а это было не закрытое заседание, а открытое, было всего два человека. Это я и Владимир Коплинский, представитель Терневосточного объединения риэлторов, который специально на один день прилетел для того, чтобы участвовать в этом обсуждении. Дмитрий Ушаков, так как он эту информацию собирал по всем предложениям по изменениям законопроекта, переслал мне все предложения, которые к нему поступили, ну, считайте, за два с половиной месяца. И вы не поверите, единственным предложением, которое рассматривает этот законопроект, вот именно как его нужно рассматривать, я сейчас объясню, что это имеется, чтобы я под этим подозревал, было предложение не от агентства недвижимости, а от саморегулируемого объединения одного из строительных организаций. Что я подразумеваю под нормальным рассмотрением вопроса, где по полкам люди рассмотрели каждую статью, высказали свое мнение, что они в ней видят плохого, и как бы они хотели ее видеть, со своей точки зрения, в какой редакции. Потом было еще 20 реплик, которые нельзя назвать предложениями о том, как, что нужно внести в закон, реально моральные реплики, и как же быть, а почему 500 человек, а за что мы должны нести ответственность, вот такие вот предложения. И одно заявление от генерального директора одного из московских агентств недвижимости с просьбой включить его в рабочую группу по обсуждению. Выгодно. Профессиональное сообщество, скорее всего, устраивает текст в целом того законопроекта, который был внесен в Госдуму 22-го июля. Это вывод, потому что в течение двух с половиной месяцев, а уже сегодня почти год, как эта информация является открытой о том, что этот законопроект готовится, от общественных объединений и просто от каких-то там частных физических лиц, которые считают себя агентствами недвижимости, не поступило ни одного предложения, что необходимо было бы сделать в этом направлении. Так вот. Вот такой вывод. Это вывод разработчиков проекта. Помимо этого, конечно же, возникает огромное количество, я за минуту уложусь, значит, возникает огромное количество критики, неконструктивной, которая в основном носит оппортунистический характер, а очень часто просто тролли. На самом деле. Агентам по недвижимости закон нужен. Поэтому проект закона об агентстве по среднической деятельности на рынке недвижимости должен быть принят. У меня все. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok